Привет, друг! Как-то давным-давно на собеседовании в МФТИ давали вот эту вот задачку одному из студентов. Не знаю, кстати, как он ее решил, знаю просто, что давали. Итак, стороны прямоугольника увеличили на 1 сантиметр. Может ли его площадь увеличиться больше, чем на 100 квадратных метров? Давайте для начала поймем, что такое 1 сантиметр. 1 сантиметр это 0,01 метра. То есть мы увеличиваем стороны прямоугольника на 0,01 метра и должны получить прирост площадью больше 100 квадратных метров. Давайте посмотрим, как это возможно. Вот наш изначальный прямоугольник, допустим, был. Мы увеличили вот тут немножечко и вот тут немножечко. Вот получился наш прирост. Вот так вот так. Допустим, изначально стороны прямоугольника были А и Б. Значит, до увеличения прямоугольника его площадь, С1, равнялась А, помноженная на Б. После увеличения стороны стали равны А плюс 0,01 и Б плюс 0,01. Так? Б плюс 0,01. Если перемножим, да, то получим с вами новую площадь. Ну, давайте назовем ее вот так вот. С3 пусть будет. Ну и раскрываем с вами скобочки. Получаем А, Б плюс 0,01, А плюс 0,01, Б плюс 0,00, 0,01. Так? Дальше, что мы можем с вами сделать? Можем немножечко упростить А, Б. А вот из этих двух слагаемых вынесем одну сотую за скобочки. Получаем А плюс Б. Ну и плюс можно даже вот так расписать, как хотите. Вот так, да? Давайте оценим разность между новой и старой площадью. То есть С3 минус С1. Значит, С1 у нас С3 у нас вот эта вот штука, да? А, Б плюс 0,01, А плюс Б плюс одна десятитысячная. Минус А, Б. Ну, понятно, что А, Б и минус А, Б у нас взаимоуничтожаются. И остается вот что. остается у нас 0,01, А плюс Б плюс одна десятитысячная. Так, ну и понятно, что это будет чуть-чуть больше, чем 0,01, А плюс Б. Так? Ну, просто мы хотим отбросить вот эту вот штуку, чтобы не болтаться с ней. Отбрасываем. Значит, от того, что мы отбросили, значение разности у нас чуть-чуть уменьшилось. Теперь мы должны с вами сделать вот эту вот величину 0,01, А плюс Б как можно больше. Так? Для этого давайте возьмем, например, А равное тысяче, а Б равное миллиону. Так, тогда что у нас получится? Тогда разность С3 минус С1 у нас чему будет равна? Тогда разница С3 минус С1 будет равна 0,01 помноженное на тысячу плюс миллион. И это явно будет больше, чем 10 тысяч. Ну, да? Несколько больше. И это явно больше, чем те самые 100 квадратных метров. Так, то есть, видите, на самом деле увеличивая огромный прямоугольник на чуть-чуть, всего лишь на сантиметр, да, мы получаем огромный прирост в площади. Это я к чему? Это я к тому, что я... Ну, в общем, ладно. Не буду говорить, к чему я это. Все, ставим лайк, друзья. Задача была классная, полезная, жизненная. Подписываемся на мой канал в Телеграме. Подписываемся на этот канал. Не забываем про колокольчики, если вы на Ютубе. И смотрим, смотрим другие видео на канале. Их у меня уже очень много. И задачки там все интересные. Пока, друзья. До новых интересных задач.